Всем привет! С вами снова я Иван Сусанин. Я продолжаю третью часть уже игры Edge of Conan в качестве справочной информации. Если вас это не устраивает, в принципе, я вам хочу сказать на этот счет, что, в общем-то, дело в том, что я записываю эти серии чисто для себя. Именно что справочная информация мне пригодится в будущем, и поэтому я их записываю себе, и потом я, по возможности, буду восстанавливать и смотреть, что там есть, чтобы не перечитывать все это заново. Так, первые четыре шага мы прошли. Переходим в бой. Бой. Хайборе. Жестокий мир, где неизбежен бой. Будьте готовы к тому, что придется сражаться за выживание в грядущих приключениях. В этом разделе можно узнать подробности о системе боя и о подсказах, которые, возможно, однажды спасут вас от страшной смерти. Сражение в игре Edge of Conan, Heberian Adventure, коренным образом отличается от других игр этого жанра. В этом роде вам нужно будет внимательно выбирать каждый взмахмячом, реагировать на оборонительные стратегии противника и противостоять врагам, которые способны позвать на помощь или забить тревогу, подняв своих товарищей. И вот как раз вот эта часть мне очень нужна, потому что я огульно размахивал мечом все предыдущие серии. Будем стараться. Боевая стойка. Американская раскладка. Нажмите клавишу Тельда, чтобы встать в боевую стойку. Вот она, да? Обнажить оружие. Нажмите еще раз для выхода из стойки. Британская навежская раскладка. Нажмите клавишу И, чтобы встать в боевую стойку и нажмите оружие. Ну, это не для нас. Нажмите еще раз для выхода из стойки. Находясь в боевой стойке выше, можно говорить с другими персонажами и взаимодействовать с объектами. Не называйте боевая стойка, нужна только в бою. Движение в бою. Движение в бою. Передвижение в боевой стойке дает различные эффекты. Финт вперед. Двойное нажатие клавиши В. В. Финт вперед. Вот это он и есть, да? Да. Усиливает инерцию движения, увеличивает вероятность оглушить врага. Финт в сторону. Двойное нажатие клавиши А или Д. Видите, вот тоже. Увеличивает вероятность уклонения от магических атак. Финт назад. Двойное С. Увеличивает вероятность уклонения атаки ближнего боя, но значительно снижает вашу вероятность попадания по противнику. Ваше состояние. Ваше состояние отражено в левой нижней части экрана под вашим именем. Красная полоса показывает здоровье. Если она полностью исчезнет, вы погибнете. Голубая полоса полоска, еще раз повторяю, что у меня нет голубой полоски, потому что я выбрал завоевателя и в этом режиме у меня нет магии. То есть я не использую магию, поэтому голубой полоски у меня нет. Голубая полоска показывает уровень маны. Маны используются при сотворении заклинаний. Зеленая полоска, вот эта вот, показывает уровень запас сил. Он используется при беге и маневрировании в бою. Нанесенный вам урон отражается в битве, отражается в битве, желтым, так, цифрами над головой. Ближний бой. Ближний бой это кровавый рукопашный бой меч против щита, топор против доспеха. Для того, чтобы эффективно сражаться, вашего персонажа необычнее снарядить оружием ближнего боя. Колыми руками он нанесет лишь незначительный урон. Мудрый игрок ищет слабые места в защите своего противника. Для получения большей информации смотри направленные щиты разделом. Взмахните оружием, используя клавишу 1, 2, 3. На высших уровнях используйте также клавиши... Так, ну это, видимо, не для меня пока. Е и Кью. Взмахи вашего персонажа определяют направление удара, позволяющего выбирать конкретные части тела противника. Взмахи также могут позволять ударить по врагам рядом с вашей целью. Опытные воины и варвары могут поражать врагов в широком радиусе. Бой парным оружием. Только варвары, следопыты, ассасины и завеватели могут использовать технику сражения парным оружием. То есть у меня такая возможность есть. Но у меня, видите, сейчас пока двуручное оружие в руках. И поэтому я этим заниматься пока не буду. Техника парного оружия это одновременно использование двух видов оружия в обеих руках. При сражении парным оружием каждый атак основного оружия дает вероятность удара вспомогательным оружием. На эту вероятность влияют таланты, заклинания, приемы и особые умения. Дальний бой. Существует три вида оружия дальнего боя. У меня, кстати, один из них есть. Это арбалет. Луки, арбалеты и метательное оружие. На подобии кинжалов и топориков. Такое оружие позволяет наносить урон врагу на расстоянии. Используйте клавишу направления 1, 2, 3, а в дальнейшем, то есть вправо и влево и прямо, а в дальнейшем клавишу Q и E. Но пока у меня еще нет. Чтобы стрелять или метать в разные точки, целясь в левый бок, правый бок или голову. Враги используют ту же систему защиты для дистанционных атак, что и для ближнего боя. Смотрите защиту ниже. Попробуйте перевести камеру в режим от первого лица. Используя колесико мыши, это позволит вашему персонажу... Почему-то я не могу больше. Ага. Это позволит вашему персонажу бить дальше и точнее. Только класс следопытов может использовать приемы с дистанционным оружием. То есть я не могу. Я не следопыт. Я не могу ближе подвинуться. Вот самое ближнее расстояние. Это вот. От третьего лица все равно. Ненависть, насмешка и угроза. Враги, с которым вам предстоит встретиться в Эггель-Конан, обычно нападают на тех, кто представляет для них наибольшую угрозу. И зачастую нанесение урона это наилучший способ проведения внимания врага на себя. Некоторые таланты, заклинания, предметы, особые умения. Оказывать влияние на показатель ненависти, угрозы, вызываемой вами в бою. Опытные искатели приключений умеют пользоваться этим, чтобы манипулировать противниками во время боя. И подобная тактика может иметь решающее значение. Защита. Персонажи могут управлять своей защитой и уменьшать урон. Они снимают атаками. Это отображается в виде двуобразных щитов. По-моему, щиты я не могу использовать, насколько я помню. Мой персонаж вокруг вашего врага. Нажмите клавишу Ctrl, чтобы отобразить эти щиты. Ctrl. Нету. Ага, не то. Чтобы отобразить и изменить... Подожди. Щиты. Я не то оружие сейчас держу в руках. Проблема в том... А, вот. Типа щита, да? Или что это? По всей вероятности, типа щита это и есть. Так. Ctrl. Чтобы отразить эти... Отобразить эти щиты или изменить их по видимости, по умолчанию в настройках. Атака наносит значительно больше урона в незащищенных местах. Щиты и направлений. Щиты, отображающие дугообразными направлениями. Вот, вы видите, вот это вот. И щитами, уменьшающие урон. Наносим атаку. Нажмите клавишу Ctrl, чтобы отобразить эти щиты или изменить их видимость по умолчанию в настройках. Атака наносит значительно больше урон в незащищенных местах. Используйте клавишу Ctrl, 1, 2, 3. Для того, чтобы, видите, изменить свою направленную защиту. То есть, если я нажимаю на 3, то двойная защита будет тройная даже получается. Занимите Ctrl и дважды нажмите 1, 2, 3, чтобы сместить все свои щиты. Вы можете спровоцировать изменение направления защиты врага. Сфокусировав атаки на одной точке, вы, скорее всего, добьетесь того, что враг изменит свою защиту и, возможно, ослабит оборону в других местах. Используйте это себе на пользу. Финты. В режиме боя дважды нажмите клавишу V, S, A, D, чтобы уклониться вперед, назад и в сторону. Ну, я это уже попробовал, да? Вы помните? Мы уже это делали. Так, уклонение в стороны, двойное нажатие на клавишу A, D, увеличивает шанс уклонения от магической атак. Уклонение назад, двойное нажатие на клавишу S, увеличивает равенство уклонения от атак в ближнем бою, но при этом значительно снижает шансы нанести удар или успешно прочесть заклинания. Эти боевые маневры имеют непродолжительное время до повторного применения. Блокировка. Блокирование. В боевой, в боевой, в боевой стойке используйте клавишу X, чтобы... Это запас сил? А, я убиваю запас сил, за это я активный блок делаю, да? Все понятно. Кто будет в режиме блокирования? Ваш персонаж откажется от атаки и перемещения, чтобы усилить, насколько возможно, защиту атак противника. Блокирование снижает запас сил? Да, это так. Уменьшение. И физический, и магический урон может быть поглощен обычно благодаря доспехам или вашей врожденным способностям противостоять колдовству и магии. Такое поглощение делится на броню и защиту. Уровень вашего противника также влияет на ослабление урона. Броня. Броня ослабляет, поглощает физический урон, режущий, дробящий, колющий и отравляющий. Броня применяется до учета воздействия всех прочих типов защиты. Защита. Защита ослабляет, поглощает магический урон от магии огня, магии холода, святой магии, нечестивой магии и магии электричества. Основная защита применяется до учета воздействия всех прочих типов защит. Приемы. Насчет приемов давайте поговорим. Приемы приобретаются по мере повышения уровня. Использование приемов уменьшает запас сил. Приемы. Вот это вот. Вот это и есть приемы, да? На клавише от 4 до 0. Так. Приемы самый сильный из доступных персонажа ударов. Это особые боевые действия, которые могут парализовать движения, раздробить кости, воспламенить, удушить врага или разорвать его органы. Они распространяются по уровням на панели приемов. Вот они. Вот это вот. Панели приемов, наверное, типа того. В следующих классах есть приемы. Завоеватель, Страж, Темный Паладин, Вестник, Ксотлый, Шаман-Медведь, Следопыт, Ассасин. Использование приемов. Применение приемов требует нажатия клавиши Атак. Так. Иногда в определенной комбинации. Ну вот я о чем и говорю. В режиме боя нажмите на иконку приема панели быстрого доступа на индикаторе последовательности приема будет подсвечено направление. Это запускающая атака. Для выполнения сложных приемов может быть необходимым последовательность направленных атак. Так. Вот таким вот образом, да, наверное, получается что-то типа того. Индикатор последовательности промахи, да. Замах, необходимый для начала приема, появляется на экране. Если запущенный вами прием достаточно высокого уровня, для его выполнения может понадобиться более одного направленного замаха. Промахи. Некоторые приемы состоят из многочисленных ударов, которые завершают финальным ударом. Предшествующие удары, не достигшие цели, снизят урон от финального удара в целом. Каждый удар, не достигший цели, снижает урон от финального удара на 15%. Удары мимо цели отмечаются красными индикаторами последовательности приема. До достигшие цели удары обозначаются зеленым. Выбор цели. По умолчанию, ну вы знаете как выбираются цели, вы нацеливаетесь на врага, когда ваш персонаж вступит с ним в бой. Коническая зона действий. Используйте клавишу В, чтобы включить или выключить конический обзор. Некоторые заклинания, таланты и приемы могут воздействовать на цели в пределах конической зоны перед вашим персонажем. Наведение показывает игрокам размеры их конуса. Смена цели. Выбор цели. Нажмите клавишу Tab. Узнаете. Это во время атаки. Я имею ввиду. Нажмите Tab клавишу, чтобы переключиться между доступными целями. Автоматический выбор цели. Если у вас включена автоматический выбор цели, настройка и установка интерфейса, вы будете автоматически выбирать целью что-либо впереди себя. Выбор цели с щелчком мыши. Вот видите, вот. Легко могу. Почему он красный горит? А, они все горят красным. Они не очень дружелюбны ко мне, видимо. По всей вероятности. У меня такое предчувствие. Что не очень-то они мной. Ладно. Довольно. Также вы можете нацеливаться на персонажа, просто наведя на них указатель мыши. Уровень опасности. Цвет круга цели у варвара указывает на уровень угрозы. Серый, это противник вам не угрозы. Зеленый, слабый соперник, который вы легко одолеете. Вот видите, вот зеленый цвет, типа того. Синий, вы победите. Если не наделаете ошибок. Желтый, это равный по силам противник. Будьте внимательны. Оранжевый сложно, но вы можете победить. Ред слишком сложный противник. Приводите помощников. То есть я вот этих вот с красным цветом не могу убить. Они очень сильны для меня. Прицел на цели изменяется у таких целей, как враги, рассчитанные на отряд, мини-боссы, боссы и их окружение. Результаты попадания. Завершение каждого удара можно отнести к одному из шести типов. Промах. Персонаж промахивается, удар не наносит какого-то урона. Уклонение, блокировка. Защищающийся нейтрализует удар, не получая урона. Скользящий удар. Удар наносит, настигает цель, но наносит только 20% от обычного урона. Удар. Удар наносит жертве обычное количество урона. Ошеломляющий удар происходит, когда вы противостоите нескольким противникам. Более чем четырем уровень, каждого из которых выше слуги. И наносит на 50% больше урона. Критический урон. Разрушительный урон наносит значительно больше урон в зависимости от типа оружия и вашей показателя дополнительного критического урона. Прерывание заклинания. Колдунам и жрецам требуется время для сотворения заклинаний. Чтение некоторых заклинаний может помешать, напав на произносящего их. Нападение увеличивает время сотворения заклинаний. Если оно чересчур возрастает, то прочесть заклинания не удается, и время его сотворения сбрасывается. Некоторые воздействия, такие как, например, оглушение, устрашение, отбрасывание в бою или заглушение, прерывают соответствующие заклинания. Типы оружия. Поговорим о типах оружия. Одноручное рубящее оружие. Эта категория включает одноручные топоры и мечи. Такой вид оружия является одним из наиболее распространенных как у дворян, так и у среди разбойников, воинов и купцов. Двуручное рубящее оружие, которое как раз у меня сейчас в руках. В этой категории находятся двуручные топоры и мечи. Эти оружия чаще всего используются на войне. Одноручное дробящее оружие. Одноручные дубины, палец и молоты. Этот тип оружия чаще всего используется бедняками и крестьянами, но также и профессиональными наемниками. Двуручное дробящее оружие. В этой категории находятся также шест, а также двуручные молоты и... А, вот он вошел. Как боевое шесто оружие простолюдина, двуручные булавы и молоты обычно используются на войне. Кинжалы. Ножи и кинжалы просты в обращении, и их несложно скрыть. Самое широкое распространение оружия пользуются особым успехом у тех, кто не хочет, во всяком случае, открыто выражать вражду. Древковое оружие. Древковое оружие. Эта категория включает алебарды, пики. Подобное оружие длинное может поразить ударом. Наиболее часто используется солдатами и стражниками. Метательное оружие. Предметы, созданные или же годные для того, чтобы кидать ими во врагов, такие как ножи, топоры или камни, луки. Все виды луков освоить стрельбу из лука требуют большого труда. Арбалеты. Стрельбе из арбалета несложно научиться, но не всегда легко ей противостоять. Бой верхом. Вот и когда у меня появится, допустим, питомец или лошадь, это мне пригодится. На более высоких уровнях ваш персонаж может приобрести ездовые животные и сражаться в седле. Ваш ездовые животные умирает вместе с вашим персонажем. Ездовые животные также можно прибавлять к защите и жизни персонажа. В седле правосторонние удары и удары нацеливаются на врагов по правую сторону ездового животного и наоборот. Соответственно, используя клавишу 2, можно пустить свое ездовое животное в атаку. Атака с разгоном. Атаки, произведенные во время движения вашего ездового животного, нанесут больше урона. Таран. В крупномасштабных сражениях между игроками такие тяжелые ездовые животные, как мамонты и носороги, я еще их не применял, естественно. До такой степени не дошло, да? Могут таранить здания, нанося им урон. Недостатки боя верхом. Давайте еще почитаем о недостатках. Один из недостатков сражения в седле является точность. Ваши удары становятся менее точными, чем если бы вы сражались пешком. Фонт фейс. Норман блуд. Приемы обычно в седле не работают. Заклинания. Есть несколько ограничений в том, какие заклинания можно производить в седле. Падение. Гроги могут вывести вас из седла. И, наконец, игрок против игрока. Основные сражения игры это бои с другими игроками. Назваемые игрок против игрока или PvP. Плей vs. Плеер. Плеер vs. Плеер. Если вы играете на PvP сервере, то ваш персонаж все время должен жить под угрозой в любой момент быть убитым другими игроками. На нормальном сервере игрок против мира или PvE. Вот английский плеер vs. Вербентентент. Вербентентент. Вы можете принимать участие в таких действиях, специально отведенных для этого регионах. И если другие игроки даст на это свое согласие. В хайборе основным образом контролируется и даже поощряется действие PvP. PvP уровень. Заработать опыт и уровни PvP можно так же, как обычные очки опыта и уровня. PvP уровни PvP начисляется с нуля. В отличие от обычных уровней, начисляющихся с первого. В настоящее время максимально высокий уровень PvP 5. От этого уровня зависит ваша возможность владеть и распоряжаться. PvP. Очки опыта. Все игроки изначально имеют по 100 очков опыта или PvP. Это количество корректируется в зависимости от разницы между уровнями играющих. Так, уничтожение игрока более высокого уровня дает добавку 10%. Опыт и PvP на которых уровня разница вплоть до 50% убийства игрока более низкого уровня. Имеет обратный эффект минус 10% опыта PvP на каждом уровне разницы и при минимуме в 1 очко опыта PvP. Убийство более слабых игроков с серыми рамками прицела не дает опыта и может быть чревато даже. Неприятные последствия. Игроки PvP 5 уровня могут зарабатывать опыт вплоть до 50% опыта необходимы для предполагающего следующего уровня. PvP ограничение опыта. Заработать опыт на убийстве одного и того же противника можно не более 5 раз, после чего наступает 24-часовая пауза. То есть сутки. На опыт PvP не влияет системы надбавок за частое убийство или первое убийство. PvP дурная слава. Даже в самых жестоких сообществах Айбори существует правило касающееся убийство, начиная... Так, где-то я потерялся. Касающееся убийство, начиная с коротких законов Аквилонии и Кемерийского кодекса чести и заканчивая жестокой теократии стиги. Правила эти служат для того, чтобы волна неконтролируемых убийств не уничтожила саму цивилизацию. Невинные и изгори. Чё такое было? А, вот. В Айбори вы можете иметь один из четырех различных статусов. В начале игры всем игрокам Вэгэш Вэджов Конан присуждается Сталус Невинный. Нападение на преступника, добычу и убийство не окажет влияния на ваш статус. Убийство, преступника, добычу или убийство не приведет к увеличению счетчика убийств. Преступник. Преступник, преступник. Нападая на невинного игрока, вы сразу же получаете жилык преступника. Эта игра сохраняется в течение пяти минут и возобновляется при последующих преступных нападениях. Нападение на преступника, добычу или убийство не отразится на вашем статусе. Уничтожение убийцы и жертвы. Это там раздел. Или преступника не будет сопровождаться присуждением очков убийства. Убийца. Убийца. Значок смерти. Набрав 100 очков убийцы, вы получаете ярлык убийцы. Убийцы атакуют стражники. Им ничего не продают обычные торговцы. Убийцам придется искать на задворках общества торговцев-изгоев, которые без зазрения совести воспользуются их незаконным статусом, чтобы поднять цены на свой товар. Нападение на преступника, добычу или убийство не отразится на вашем статусе. Уничтожение убийцы и жертвы. Это вот что касается статуса, дополнительных вкладок. Или преступника не будет сопровождаться присутствием очков убийц. Добыча. Добыча, добыча, добыча. Значок ролик. Исследовать регионы за пределами уровня ваших способностей крайне опасно. Если ваш уровень слишком низок, для исследования данной области вы получите ярлык добычи. И игроки высокого уровня могут убивать вас без последствий. Нападение на преступника, добычу или убийцу не отразится на вашем статусе. Уничтожение убийцы и жертвы. Или преступника не будут сопровождаться присуждением очков убийств. Очки убийцы. Так, очки убийцы. Убийства слабого и невинного игрока будут сопровождаться присутствием очков убийцы. При уничтожении игроков более низкого уровня с серым рамками прицела гарантируются очки убийцы. Существует несколько способов белить себя и избавить от склев убийцы. В течение времени, через каждые два часа, с вас будут сниматься по одному очку убийцы. Зарабатывая опыт, ваши очки убийцы снижаются на одно с каждым одним процентом опыта, полученным от уничтожения врагов. Сюда не входит убийство других игроков в пвп в боях или опыт, накопленный при выполнении заданий. Таким образом, если вы зарабатываете уровень на одном только уничтожении различных зверей и монстров в хайбории, ваши очки убийцы уменьшатся на 100. Выполняя искупительные задания, персонажи в лагерях изгоев могут предложить убийцам задания, которые помогут им восстановить доброе имя в обществе и перед лицом законом. Конкретные способы зависят от региона и сообщества. Уничтожение убийц. Общение с изгоями. Каждый игрок, торгующий с преступником или убийцей, получает предупреждение, после которого ему самому будет присужден ярлык преступника. Любой игрок, вступающий в группу, где находится преступник, убийца, также получает предупреждение, после чего ему присуждается ярлык преступника до тех пор, пока в группе будет оставаться преступник или убийца, а также в течение пяти минут после этого. Член команды, осуществляющий преступное действие, тем самым распространяет ярлык преступника на всех членов группы, находящихся поблизости. То есть на любых членов группы в данном игровом регионе. Так, а тут что у нас? ПВП политика. А, еще есть. То есть вот осадные военные действия. Действия. Законы массового ПВП дают большинству элитных игроков и игроков высокого уровня шанс получить в крупном шестном осаде, смотри раздел «Осадное военное дело» в продвинутой эпохе Конона для получения большей информации. ПВП политика. Главное правило режима ПВП. Честная игра и собственное удовольствие. При игре в режиме ПВП на наших ПВП серверах практически все игровые зоны открыты для ПВП боев и вы, скорее всего, подвергнетесь нападению, находясь в игре. Когда такое случится, помните, что игра на ПВП сервере изначально подразумевает ваше согласие на участие в открытом ПВП сражении с другими игроками. Если вам кажется, что кто-то из игроков проявляет излишне намеренно и агрессивно по отношению к вам, мы советуем вам помнить об одной вещи, прежде чем обращаться с жалобами на этот счет. Пока у ситуации имеется корректное ПВП решение, мастера игры и последователи Асуры не станут в нее вмешиваться. Если существует механика игры не срабатывать или была обойдена обманным путем, я имею ввиду читерство, возможно вместительство в ситуации мастера игры или добровольца. Игрокам предлагается выбор из нескольких вариантов, пользующих им результат найти выход из неприятной ПВП ситуации. Игрокам дается временная защита от урона при воскрешении и входе в новые игровые зоны. Эта защита сохраняется до тех пор, пока игрок не покинет зону воскрешения. Игроки могут воспользоваться своей способностью Путь Асуры, время прочтения заклинания, которое дает эта способность, значительно сокращается при действии в щите воскрешения. Магия и волшебство задания. Ну в принципе для меня это ни к чему, но на всякий случай... Ой, магия и волшебство. На всякий случай все-таки пройдем, да? Допустим я создам какого-нибудь нового персонажа, который будет наделен способностью мага. Тогда это пригодится. Давайте посмотрим, что нам предложат. В Хайборе существует магия от черного колдовства, разрушающая души, использующих его до благословения древних богов или проклятых нечестивых существ внешней тьмы. Наведите указатель мыши на значок заклинания на панели заклинаний, чтобы указать в нем побольше, включая его побольше, включая его действия, время сотворения, время восстановления, затраты маны. Затворение заклинаний поглощает ману. Наложение заклинаний. Насчет наложения заклинаний. Для подготовки откройте вкладку заклинания, приемы и особого умения и перетащите значок заклинаний на панели быстрого доступа. То есть вот сюда. Чтобы сотворить заклинаний, щелкните по его значку на панели быстрого доступа. При этом у вас должно быть достаточно манно, иначе заклинание не сработает. Книга заклинаний. Используйте вкладку заклинания, приемы и особого умения. Два скрещенных меча. Вот это вот. Да? Ну это у меня в принципе только приемы. У меня нет заклинаний, потому что я не занимаюсь магией. Чтобы открыть панель заклинаний, справа эта панель не появится, если ваш клас не может использовать заклинания. Вот как раз у меня не появилось. Да? Вот слева появилось, а справа нет. Так, использование маны. Мана отображает концентрацию сил у персонажа, необходимой для использования магии или для доступа к могуществу ваших божеств. Ваш персонаж должен потратить необходимое количество маны перед сотворением заклинаний. И, тратив запас маны, ваш персонаж не сможет использовать заклинания. Но больше это никто на нем не отразится. Количество маны зависит или от характеристики, мудрости или интеллекта. Заклинания наведения на врага. Заклинания, доступные жрецам и колдунам, воздействуют на разные зоны и цели. Заклинания, воздействующие на врагов или наносящие им урон, не воздействуют на члена вашего отряда. То есть, тут существует защитная реакция игры. Воздействуют ли они на других игроков, зависит от типа сервера, PvP или PvE. То есть, на PvP, естественно, воздействуют, а на PvE нет. Заклинания, излечивающие цели в пределах конуса или в определенной зоне, воздействуют на всех персонажей, кроме враждебных вам, способа наведения на цель. Заклинания, его заклинатель, его компания. Это заклинание не требует от игрока выбора цели. Обычно они улучшают действия вашего персонажа или исцеляют его, ну вот как борсерк, мельница, по-моему, да? А, нет, мельница, это, кстати, борсерк, это немножко другое. Вот он, да? Вот, порыв называется. Он как раз помогает. Так. Заклинатель, его компания. Эти заклинания не требуют от игрока выбора цели. Обычно они улучшают действия вашего персонажа или исцеляют его, либо же ваша спутника, спутника поблизости. Цель. Эти заклинания автоматически накладываются на вашу текущую цель. Цель и окружение. Эти заклинания воздействуют на, как на цель, так и на другие цели поблизости. Поблизости. Цель, местность. Эти заклинания воздействуют на цели в пределах определенной зоны. Когда вы произносите заклинания этого тела, то получаете контроль над другим указателем цели. Щелкните на левые клавиши для того, чтобы разместить круг. Это типа могила, что ли? Я что-то даже не заметил, когда я проходил здесь. Да? Что тут существует такая могила. Так, заклинания. Вспышка и пульс. Заклинание и вспышка действуют мгновенно в тот момент, когда активированы. Тогда как заклинание и пульс импульсами исходит от заклинателя в течение некоторого времени. Ауры. Они все усиливающие колдовством и магией. Некоторые классы могут вдохновлять находящихся... Опа! Упал. Поблизости спутников боевыми кличками. Кличами. Это вот как раз я стою перед воротами. Водушевляя криками или же попросту своим присутствием. Конус. Эти заклинания воздействуют на коническую зону перед заклинанием. Луч. Эти заклинания воздействуют на всякого, кто окажется на прямой линии перед заклинанием. Эффекты заклинаний. В игре есть много видов заклинаний. Они действуют по-разному, но... В основном соответствуют категориям приведенного ниже списка. Некоторые заклинания оказывают смешанное воздействие сначала... Например, заклинания сначала наносит урон в агу, а затем уменьшает скорость его передвижения. Для эффективного использования магии первостепенную важность представляет сочетание эффектов заклинаний и понимание их тактического использования. Усиление. Усиление различным образом улучшает ваши навыки, характеристика от уменьшения сил до усиления защиты и до придания большого магического сопротивления. Активное усиление отображается значком под панелью персонажа наверху экрана. Наведите на них указатель мыши, чтобы увидеть, сколько еще времени они продолжат действовать. Усиление... Так, я вернулся сюда, да? Похоже, да. Усиление, налаженное на цели, является в виде значков под их панелями статуса. Наведите на них указатель мыши, чтобы увидеть более подробную информацию. А ослабление как раз наоборот. В отличие от усиления, это заклинание, напротив, временно ухудшает ваши способности или навыки, вмещаясь защитой или эффективностью против врагов в бою. Активные враги... Так, активные ослабляющие эффекты отображаются в виде значков под панелью персонажа наверху экрана. Вот тут вот, да? Скорее всего. Так. Наведите на них указатель мыши, чтобы увидеть, сколько еще времени они продолжат действовать. Допустим, отдать 4 часа. Тут, кстати, видно так. 4 часа, это будет 2 часа действовать. Активные ослабляющие... Ну, это не ослабление, это наоборот усиление. Обжигающее знамя и воля мужества. Активные ослабляющие эффекты, действующие на ваших противников, отображаются значками под информационной информацией о них в правой части экрана. Наведите на них указатель мыши, чтобы увидеть, сколько еще времени они продолжат действовать. Активные ослабляющие эффекты, действующие на членов вашей команды, отображаются значком рядом с именем персонажей в окне команды в левой части экрана. Наведите на них указатель мыши, чтобы увидеть, сколько еще времени они продолжат действовать. Снятие заклинаний и лечение. Эти заклинания снимают ослаблять воздействие и излечивание таких длительных воздействий, как отравление, которое наносит урон немедленно и в течение времени. Направленный урон. Эти заклинания наносят мгновенный урон цели. Некоторые из них воздействуют на одноручную цель, но другие могут действовать в определенных зонах, например, в пределах конуса или в определенном радиусе вокруг заклинателя. Дополнительный эффект. Эти заклинания наносят урон в течение некоторого промежутка времени, обычно не превышающего нескольких секунд. Или, так, их обычно называют до-тами, от английского до-тами-с-ау-р-тайм, урон в течение времени. А нужно придержаться определенной стратегии, чтобы эффективно использовать такие чары, и их действие не прекращается со смертью заклинателя. Поэтому возможно победить врага даже после смерти. Оглушение. Этот вид заклинаний дезориентирует или ошеломляет цель, в результате чего... Ничего не выпадает из этих барсуков. В результате чего та теряет способность сражаться, колдовать или двигаться. Остановка. Некоторые заклинания останавливают противника... Некоторые заклинания останавливают противника, провождая его к месту. Однако, жертвы при этом по-прежнему способны атаковать и использовать заклинания. Так, чуть-чуть выпало? Да, выпало. Шкура, наверное. Нет, сколько. Пленение. Пленение. Эти заклинания уменьшают скорость передвижения противника, позволяя заклинанию убежать, если тот почувствует, что он в проигрыше. Регенерация. Лов. Некоторые заклинания увеличивают скорость восстановления жизни, маны и заклинания силы. Такие исцеляющие заклинания часто называются hot-time. От английского... Heal over time. Лечение со временем. Лечение. Умение исцелять чтиться в хайбории всегда востребовано отрядами или армией. Исцеляющие заклинания воспользуют жизненную силу и могут делать это либо мгновенно, либо в течение определенного времени. Они могут воздействовать на одиночность и цели членов отряда, или же действовать в пределах конической области. Вы не можете исцелять противника. Воскрешение. Эти заклинания возвращают недавно погибших игрока в жизни. Существуют штрафы, связанные с возвращением к жизни. Обычно это понижение характеристик или сниженный показатель атаки и защиты. А воскрешение, воскрешащие заклинания более высокого уровня уменьшают эти штрафы или сроки их действия. Откачка жизни. Эти заклинания преобразуют урон наносимой цели, обычно его часть, энергию, ману, запас сил или здоровья, и питают ею заклинатели. Иногда пользу из них могут извлечь и члены отряда. Заклинатели в зависимости от заклинания, а также на это могут повлиять таланты. Страх. Эти заклинания временно ошеломляют врагу, заставляя их убегать и лишая способности атаковать или использовать заклинания. Замешательства. Взбивающиеся с толку заклинания могут ошеломить и одурманить жертв, иногда заставляя их атаковать их союзников. Призыв. Некоторые классы могут призывать или поднимать слух, которые помогают заклинателю в бою. Иногда этих помощников называют питомцами. Вот у меня питомцев нет. Известно, что демонологи-некроманты особенно любят использовать такую магию. Щит поглощения. Эти заклинания поглощают или уменьшают урон от атак. Некоторые из них настроены на определенный вид урона. Заклинания поглощающие огненный урон бесполезно против меча-завевателя. Так. Превращения. Эти заклинания превращают персонажа. Некоторые заклинания могут превратить себя в опасные чудовища или лесных тварей. Другие преобразуя заклинания превращают жертв против их воли, обращая солдат в мышей или враждебного волшебника в лягушку. Мена. Некоторые заклинания оказывают могучее воздействие, но каким-либо образом создают помехи заклинателю. Например, увеличивая силу их магии. Где я прочитал? Забыл, опять потерял. Эти последствия временно, но негативные эффекты после использования какого-либо колдовства и магии могут превратить по времени позитивно. Ронящий щит. Вместо того, чтобы поглощать урон атаки, эти заклинания наносит урон каждому, кто ударит по защите. Некоторые даже отвечают на урон враждебной магии. Результаты попадания заклинаний. Каждый из заклинаний может привести к одному из трех следующих результатов. Отражение. Заклинание не отражает никакого воздействия на цели и не наносит ей урона. Удар. Заклинание наносит обычное количество урона, критический урон. Удар. Разрушительное заклинание, наносящее значительно больше урона. Неудача. Шанс на провал – это вероятность неудачи про чтение заклинаний. Чтение заклинаний требует предельной сосредоточенности и концентрации. Иногда обстоятельства, такие как получение ранения в битве или действия, также могут повлиять на ваши шансы на успешное прочтение заклинания. Ну вот, мы закончили шестую часть нашего... Подожди. Чуть-чуть пониже. Нашего прочтения. И я думаю, что теперь... Когда... У нас появляется... О! Откуда тут взялся пукан, блин? Я не ожидал его тут увидеть, а. Смотри. Ёлки-пак, он меня убьёт сейчас. Ёлки-зелёные. Нафиг я сюда пришёл. Ну он взялся вообще. Блин, я не ожидал это всё. О, господи. Сбился. С игры. Вау. Он за мной, главное, бежит? Чё ему делать нехер, что ли? Почему... Почему только за мной, а? Чё ему от меня надо? Эй, парниша, ты чё? Давайте инструкцию уберём. Это на меня, наверное, кто-то его натравил. У меня такое ощущение, да? Скорее всего, так и есть. Ну, по крайней мере, сейчас, проходя вот эту вот часть игры... Я имею в виду, что сейчас временно приостановлена моя игра в том, что я сбился, о чём говорил раньше, потому что меня вот преследует вот эта мудила. Кто бы он ни был. Его кто-то на меня... Полувеликан. А, ну, полувеликан, да, я его узнаю. Полувеликан. Мне сейчас с ним, вообще-то, сражаться ни к чему. Так, на самом деле. Нифига он вообще на меня залез? Давайте попробуем его мочкануть. Нет, наверное, всё-таки он будет сильнее меня. О, фигачит он вообще нормально меня. Мне не уйти от него, наверное, вообще. Чё он за мной привязался, а? Да, и никто мне не помогает. Эти часовые стоят на одном месте. Так, надо, наверное, спуститься вниз и сделать так, чтобы на него напали охранники. Бежит за мной. Чё же он ко мне? Чё ты за мной привязался, парень? Не понимаю, блин, полувеликан. Ни сезон, ни время. Подожди. Я ещё не могу с тобой сражаться. Мне не до тебя. Я ещё изучаю... Вау. Ёлки-палки, шарабаркает меня. Я ещё изучаю... Вот вы, ребята, можете мне помочь? Защищайте меня. Вау. Хоть как-нибудь. Падла. Ай. Чё он за мной бегает? Я вообще не понимаю. Вау. Он продолжает атаковать меня. Блин, чё же он ко мне пристал? Сейчас они его мочканул, надеюсь. 56, да. Пойти помочь? Пойти помочь. Сейчас это будет тем делом, которым нужно, да? Давай, поможем. Ребятам. У тебя нет шансов, парень. Нужен сейчас. Вальнули, урода. Чё пристал? Этих тоже пару стражников он убил. Вот падла. Ладно. На сегодня наша такая экскурсоводная серия ещё одна закончена. Теперь... Давайте ещё раз глянем. Теперь у нас осталось по инструкции ещё три последних детали. Или четыре. Три или четыре. Ну, не будем вдаваться пока в подробности. Проведём ещё пару серий такого плана, что с обучающей инструкцией, надеюсь, вы не против того, что я записываю эти видео и выкладываю сюда на YouTube. Я, в общем-то, в качестве хранения буду использовать их. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, ставьте свои лайки. Всего доброго, пока.